Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале Экзегет мы продолжаем наши беседы по книге «Исход», и сегодня мы будем делать обзор 38-й главы этой книги. В этой главе рассказывается об изготовлении жертвенника всесожжения, с 1 по 7 стих, об изготовлении медного умывальника, это 8 стих, и об изготовлении ограды для двора Скинии, это с 9 по 20 стих, и с 21 стиха по 31, то есть до конца, говорится о том, сколько золота, серебра и меди пошло на Скинию и святилище. Я напоминаю, что серебро, которое имеет белый цвет, оно символизирует собой слово Божие, а золото символизирует собой царское достоинство. Так как Господь собеседовал с людьми через Скинию собрания, через Ковчег Завета, то здесь присутствует серебро, так как он царь царей, здесь присутствует и золото. То есть все это имеет символическое значение. Мы обратим внимание на изготовление жертвенника всесожжения. Жертва всесожжения – это когда жертва сжигалась целиком. Как правило, такое жертвоприношение совершалось за грехи всего народа Божия. И мы читаем. «И сделал жертвенник всесожжения из дерева сетим длиною в пять локтей и шириною в пять локтей, четырехугольной в вышиною в три локтя, и сделал роги на четырех углах его, так что у него выходили роги, и обложил его медью». А медь символизирует собою устойчивость от огня. И сам цвет меди – это как бы огонь. «И сделал все принадлежности жертвенника – горшки, лопатки, чаши, вилки и угольницы, все принадлежности его сделал из меди, то есть как бы огнеупорные. И сделал для жертвенника решетку, рот сетки из меди, по окраине его внизу до половины его, и сделал четыре кольца на четырех углах медной решетки для вкладывания шестов, для того, чтобы, если потребуется, переносить этот жертвенник всесожжения с одного места на другое. «И сделал шесты из дерева сетим, и обложил их медью, и вложил шесты в кольца на боках жертвенника, чтобы носить его посредством их пустой внутри, из досок сделал его». Таким образом, мы видим, что этот жертвенник для жертвоприношений был создан. Были созданы шесты, если потребуется, с подпешностью перенести этот жертвенник с одного места на другое. Жертвенник символизирует готовность верующего человека не только исповедовать свои религиозные взгляды, но и проявить жертвенность, если потребуется во имя религиозных взглядов. Собственно говоря, духовным человеком в православной традиции считается человек, способный на жертвенность. И в этом смысле наша традиция, она воспринимает людей как бы в трех категориях. Это люди духовные, люди душевные и люди плотские. Плотской человек – это человек, который наслаждается через страдания других людей. Слава Богу, что таких очень мало. А человека душевный, таких подавляющее большинство, – это человек, который хочет, чтобы ему было хорошо и другим хорошо. А вот человек духовный – это человек, способный проявлять жертвенность. То есть он готов страдать сам, только чтобы другим было хорошо. Вот таких меньше всего людей духовных. Жертвенник как раз и указывал на готовность духовных лиц, духовных людей проявить необходимую жертвенность. Изготовление медного умывальника. И сделал умывальник из меди и подножие его из меди с изящными изображениями, украшающими вход с киней собрания. Умывальник – это наша готовность очиститься перед тем служением, которое мы хотим совершать Господу. Но, например, в своей практике я могу сказать, что я никогда не провожу ни бесед, ни лекции, ни читаю, если я оказываюсь в состоянии греха. Если я не примирился с ближними, я считаю, что это небрежное отношение будет к служению слова. Тем более, если я готовлюсь к служению литургии. Здесь особенным образом надо очищаться. В каждом случае, чтобы служение было эффективное, мы должны, предваряя служение, привести себя в порядок, очиститься. И в древних христианских текстах говорится даже о том, что христиане накануне Дня Причастия делали полное омовение водою, чтобы никакой скверны не было. А внешнее омовение указывает на внутреннее очищение, которое достигается посредством таинства исповеди, испытания собственной совести, чтения покаянных канонов. Изготовление ограды для двора Скини, это с 9 по 20 стих, ограда, она как бы отдаляет людей от некого объекта, вокруг которого делается эта ограда. Она делается для того, чтобы удалить людей от тех или иных ошибок, которые могут случиться в данном контексте, если они проявят небрежение об этом святом месте. Поэтому, пересекая ограду, человек уже как бы ставит себя на суд Божий и рассматривает свое состояние, а может ли он войти в храм. Известны в монастырских потеряках такие случаи, когда люди поступали в монастырь, но всю жизнь оставались вратарниками монастырскими, не дерзая даже пересечь ограду и войти, собственно, на территорию монастыря, которая могла подвести их к храму, и они всю жизнь были вратарниками, и к ним выносили святые дары, чтобы их причащать там, где они находились. Такая богобоязненность, она не излишняя, она научает остальных более трепетно относиться к той или иной святыне. Далее, как я уже сказал, говорится, сколько золота, сколько серебра и сколько меди пошло на скинь и святилище. Мы уже определились, золото – это царственное достоинство, серебро – это указание на чистоту слова Божия. Но золото и серебро всегда нуждаются в чем? В очистке от примесей. То есть от любой фальши, от любой подделки под царственное достоинство или под верность слову Божию. В свое время русский философ Николай Бердяев имел такое рассуждение, что значит «хотеть и быть». Хотеть и быть – это, конечно, разные вещи. Если кто-то хочет кем-то быть, и он даже начинает казаться кем-то, но таковым не является, то на самом деле между казаться кем-то и быть кем-то – настоящая пропасть. Поэтому мы должны всегда очищать свой внутренний мир. Это очень важно. Территория скинь и собрания – это территория Бога. Но, как я уже неоднократно говорил, мы должны жить так, чтобы территорией Бога стало бы сердце каждого из нас. Поэтому проекция храма – это проекция отдельно взятого человека. На эту тему мы тоже имели беседу. Итак, сегодня мы сделали просмотр 38-й главы, остановились на некоторых деталях. В целом мы уже более подробно изучали каждый из этих предметов, когда беседовали по главам книги «Исход». Если будем живы, Господь позволит. В следующий раз мы будем читать 39-ю главу, сделаем просмотр этой главы. Подписывайтесь на библейский портал «Экзегет», чтобы вовремя получать информацию о новых беседах. Спасибо всех, Господь!